Сегодня мы с вами будем собираться вместе, и не просто собираться, а собираться новинками косметики. Я очень много чего заказала от Makeup Revolution, потому что у них, мне кажется, постоянно, каждую неделю выходит куча новинок. Так по чуть-чуть я всего набрала, и хочу сегодня вместе с вами сделать макияж, чтобы вы посмотрели на все это в действии. Перед тем, как мы с вами приступим, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать, нажав на кнопку подписаться под видео внизу, и также нажимайте колокольчик. Это вам будет гарантировать, что YouTube будет присылать вам уведомления, как только выйдет мое новое видео. И, в общем-то, с обступлением у меня все, поэтому давайте приступать. Начать я хочу с глаз. У меня есть новая палетка от Makeup Revolution, которая называется Dragon's Heart. Вообще, когда я увидела эту палетку, она мне напомнила по своему виду новую палетку от Anastasia Beverly Hills, которая называется Narvina. И если вот прям прикладывать оттенки один к другому, то наверняка они будут разными, но вот какой-то общий посыл этих палеток, мне кажется, одинаковый. Ну, скорее всего, из-за вот этих вот лавандовых, сиреневых оттенков, которые перемешаны вместе с такими красноватыми и нейтральными, названий оттенков здесь никаких нет, поэтому я буду просто показывать. Начну с вот этого оттенка и по чуть-чуть буду строить форму. Я сегодня, кстати, надела специально такое, как бы, розоватое платье. Ух, прям совсем розовое. Как видите, пигментация сразу не хромает и наносится это матовым оттенком. Я не могу сказать, что оно выглядит сатиновым. А в палетке оно больше, знаете, как сатином отдает. Но, тем не менее, пока очень даже неплохо. К этому оттенку у меня пока прям ноль претензий. Возьму теперь вот этот с края, который находится справа. Посмотрите тоже, какая пигментация у этого оттенка. Вообще беспроблемно. То есть пару раз вот так вот кисточкой я захватываю оттенок и все, он переносится, не пылит и не осыпается. То есть под глазами у меня вообще практически ничего не осыпалось. Теперь мне хочется придавить чем-то эту красноту и я думаю взять вот этот вот оттенок. Он выглядит самым таким нейтрально-коричневым и не теплым выглядит, и не холодным. То есть вот что-то такое средненькое. По крайней мере, в палетке это так смотрится. И сейчас посмотрим, какой это эффект сделает у меня на глазах. Потому что пока что очень все красным выглядит. И мне хочется немножко приглушить этот красный оттенок, чтобы не было прям такого эффекта заплаканных глаз. Хотя я уверена, что мне все равно в комментариях напишут, что макияж у вас сегодня как воспаленные глаза. Вот это все-таки такая полусатиновая текстура в палетке играет им однозначно на руку, потому что вот прям вообще у меня пока претензий нет. Я еще возьму вот этот черный, он выглядит именно таким карбоново-черным. И посмотреть, что он делает. Капец, как они делают такие тени за такие деньги, я просто не представляю. Этот у меня сильнее осыпался под глаза. Вот я сейчас сделала макияж, и я не могу сказать, знаете, что я чем-то пожертвовала, когда я делаю этот макияж. Или мне тяжело было тушевать, или нужно было по несколько раз наносить, наслаивать оттенки. Нет, все наносится с одного слоя, вы вот сами видели процесс макияжа. Поэтому даже мои слова здесь, мне кажется, излишни. Так, я хочу сейчас слегка отдохнуть от этой палетки, потому что у меня здесь есть еще два оттенка теней с эффектом фольги. И я очень хочу что-то использовать из этого. И я думаю, сегодня будет актуален оттенок вот этот вот. Это такой дуохром, а сам оттенок называется Unicorn Foil. И эти тени, это, естественно, такой закос под стила. Они первые, по-моему, выпустили вот такую систему, там, где есть праймер жидкий, который нужно в крышечке смешивать с тенями. И получается такое, как кремовое нечто, что очень ярко должно выглядеть на глазах. Так, я пробую в крышечку буквально капельку одну налить. После этого... Вау! Они уже кремовые. Они кремовые. Я думала, они сухие, а они кремовые, оказывается. Ладно. Так, я набрала чуть-чуть. Сейчас мы будем смешивать это с вот этой капелькой. Давайте наносить. Здесь, конечно, очень важно вот за этой вот текстурой следить. Она может комочками вот так вот наноситься. Вау! Какой-то красивый оттенок. Здесь однозначно надо пальцем себе помогать, потому что можно переборщить. Я очень надеюсь, что камера сейчас передает, насколько это красиво. Если нет, я вам покажу обязательно сблизка этот макияж, чтобы вы все переливы увидели. Но это невероятно красиво. Под глазами я хочу попробовать новый бестселлер, который просто взорвал интернет. Даже сам Джеффри Старр его называл сейчас самым любимым своим консилером. Лучше, чем Tarte Shape Tape и все прочие. И это консилер от Revolution, который называется Conceal and Define. Я взяла себе оттенок C2. И мне кажется, что все равно, даже учитывая, что это второй номер, он все равно достаточно светлый. Аппликатор здесь достаточно большой. Чем-то напоминает Tarte, но у Tarte еще больше. То есть, если их поставить рядом, у Tarte он короче, но при этом более такой вот массивный. А здесь он более тоненький, но все равно не маленький, скажем так. Ну, в принципе, у меня нет таких проблем, знаете, что прям вот серьезные нужны консилеры, которые очень плотные. Я обычно пользуюсь, наоборот, такими легкими формулами. Но в то же время, когда я перекрываю, например, пигментные пятна, у меня было видео о том, как перекрывать пигментные пятна, то в таких случаях, конечно, нужно что-то очень стойкое и плотное по своему покрытию. Тем не менее, если вы именно для зоны под глазами ищите консилер, который бы перекрывал все, то вот этот, возможно, как раз-таки один из них. Но вот мне почему-то кажется, что мне Catrice Camouflage нравится все же немножко больше, потому что он немножко лучше сглаживает текстуру. Так, с консилером, в принципе, все. Давайте теперь наносить тональную основу. Здесь у меня есть тоже достаточно горячая новинка этого лета. Это тональная основа в стике, которая называется Fast Base Stick Foundation. Я взяла себе оттенок F6. Ну, короче, будем пробовать. На самом деле, вы знаете, вот я сейчас так смотрю, и не похоже, что это мой оттенок, но, тем не менее, при растушевке может быть что угодно. Поэтому давайте попробуем. Я вообще небольшой фанат тональных основ в стике. Как-то я с ними не особо соприкасалась, и мне всегда казалось, что тональная основа в стике это более проблемно, чем тональная основа просто жидкая. Но, тем не менее, вы знаете, я чем больше смотрю разных обзоров, тем больше я понимаю, что люди, наоборот, хвалят тональной основе в стике, потому что это менее проблемно. Вот так вот по мере надобности ты добавляешь покрытие там, где тебе надо во время растушевки, и совершенно не зависишь от помпы, которая выдавливается. Тон немножко разрушает структуру консилера здесь на носу. Сейчас посмотрим, как она работает с порами. Я понимаю, что это видео все больше и больше начинает напоминать, как будто мне заказали рекламу Makeup Revolution, но на самом деле нет. Но, кстати, вы знаете, с этим стиком я уже поняла, что очень важно не переборщить, потому что если вы нанесете много, то это начнет выглядеть, как, знаете, такая жирная пленка на лице. Если нанести совсем немножко, вот, кстати, на лбу я явно переборщила, надо будет сейчас, наверное, убирать это как-то с лица. Так, все хорошо, но консилер меня начинает разочаровывать, потому что прошло буквально, может, минут 5-7, и он начал очень сильно сохнуть у меня под глазами и подчеркивать морщины. И сразу у меня начинает зона под глазами выглядеть старше, чем она даже есть на самом деле. Вообще, по плану я сегодня хотела еще сделать стрелки, потому что я подумала, что будет такой вот красноватый макияж, и нужно будет его чем-то приземлить немножко таким черным, чтобы это выглядело не как воспаленный глаз, а именно как макияж полноценный. И для этого я подготовила новинки от Rimmel из коллекции Ink Me. У меня здесь две подводки и три штампа. Давайте я вам сейчас подробнее расскажу, что касается этих подводок. Мне их прислали в качестве промо, и тоже с промо такой брошюрой, чтобы я ознакомилась, что это за коллекция. Если делать обзор конкретно на вот эти подводки, я могу сказать, что формула у них неплохая. Золотая вообще достаточно уникальная, я ее 100% буду дальше использовать. Черная тоже нормальная, хорошая подводка. Единственное, мне не нравится аппликатор здесь. Он абсолютно не маневренный. Здесь кончик довольно топорный и не заостренный, поэтому для того, чтобы вывести вот так вот прям хвостик, такой тоненький-тоненький, это надо очень сильно постараться. Но я вот этими двумя подводками делала уже макияж. В видео, где я делала обзор на тональную основу YSL, вы можете посмотреть. Я там делала двойную стрелку, сначала золотым делала стрелку, потом вот этой черной подводкой делала стрелку. В целом, неплохо, но не восторг, скажем так. А что касается этих штампов, то я вообще ими не пользовалась, потому что для меня это абсолютно не актуально. Я понимаю, что вот когда смотришь на Риту Ору или на Кару Далавин, то видно, что у них вот этот вот такой вот образ, который отлично подойдет, например, летом для каких-то музыкальных фестивалей. Но для меня это, к сожалению, не актуально, потому что это, грубо говоря, штампики, которыми можно делать форму звездочки, форму полумесяца и форму сердечка. И, кстати, знаете, для чего это еще может быть актуально? Если у вас ребенок где-то в детском садике, например, для какого-то утренника ему нужно создать образ, ну, допустим, он на утреннике звездочка, и вот можно взять этот звездный штампик и как-то слегка украсить, дополнить этот образ. Я знаю, что некоторые мамы как раз-таки очень ищут вот такие вот штуки, и для них это очень актуально, потому что дети, бывает, просто пищат от восторга, когда им делают какие-то такие образы. Поэтому вот для этого я бы, в принципе, могла это посоветовать. Музыкальные фестивали, детские утренники, что-то такое. Но для повседневного макияжа объективно и очевидно это совершенно не подходит. Для нижнего века я возьму ту же палетку и думаю начать с вот этого оттенка. Буду наносить его во внутренний уголок глаза и смотреть, как мне нравится, что происходит. И может быть мы это сделаем на все нижнее веко, может быть нет. Ну сейчас будем смотреть, что у нас получается. От Makeup Revolution все, что я еще пробовала, это палетку Light and Shade, которая с закосом под Kat Von D. И там не такая текстура, то есть там другая. Здесь они какие-то сатиновые, поэтому они здесь настолько как-то липнут к веку абсолютно без проблемных. Итак, мы с вами уже почти у цели, остались только щеки, губы. Я уже брови нарисовала и ресницы наклеила. За кадром уже успела это все сделать. У меня есть небольшой апдейт по поводу тона. Он слегка заваливается в морщины. Вы знаете, изначально он у меня вызвал немножко больше восторга, чем сейчас. В целом нормально, но вот даже из бюджетных. После того, как я попробовала Artvisage устойчивый, я пока что еще ничего его не переплюнула. То есть Artvisage устойчивый реально круче, чем этот тон. Что касается щек, то для этого я заказала две вот такие вот палетки. И если вы вот эту не узнаете, то я вам покажу, что я сделала с предыдущей моей такой палеткой. Она у меня практически закончилась. Я здесь использую только скульптор, потому что хайлайтер здесь, знаете, такой как металлические тени. Он подчеркивает всю текстуру и все такое. Но вот конкретно этот скульптор, он просто божественный. Он настолько красиво выглядит и вживую, и на камеру. Вот на камеру как-то особенно красиво он выглядит. Вот когда я пользуюсь вот этим, я всегда монтирую видео, и мне прям нравится. И из той же линейки Renaissance я заказала другую палетку. И я очень переживаю, чтобы здесь не была та же проблема, что и с этим хайлайтером. Тем не менее, сам хайлайтер выглядит вот так вот. И вообще это что-то среднее между хайлайтером и румяными, наверное. Потому что можно использовать каждый оттенок по отдельности, а можно их все смешать. Я думаю, что я сейчас смешаю вот эти два оттенка, потому что вот этот уже прям совсем ярко-розовый. А я не хочу, чтобы у меня сейчас все лицо было розовое. Поэтому вот эти два оттенка я, скорее всего, смешаю. И попробую в качестве хайлайтера. Ну, вот все-таки есть минус у этого хайлайтера в том, что он подчеркивает всю текстуру кожи. Так, остались скулы. Вы знаете, это не тот скульптор, который прям холодный и делает вот такую серо-коричневую тень. Это все же что-то среднее между бронзером и скульптором. И мне именно этим продукт этот и нравится. Мне нравится, как он выглядит на скулах, как он их подчеркивает. Но в то же время нет какой-то грязи из-за этого. То есть нет ощущения, что я чем-то вымазалась серым. Так, у меня остались только губы. И я хочу побыстрее уже закончить этот макияж. Потому что, если честно, здесь жарко, как в аду. Для губ у меня только один продукт от Makeup Revolution. Это карандаш для губ из линейки, опять-таки, Renaissance. И когда я выбирала этот карандаш, я поняла, что вся эта линейка, это, в принципе, нюдовые карандаши. А вот что-то подобное выпустила недавно Ким Кардашин. То есть от самого светлого до довольно темного нюдового карандаша. Вот это тоже, принцип, очень похож. То есть там только нюдовые карандаши. Там нет ни красных, ни каких-то малиновых и каких-то других оттенков. Это, кстати, я взяла оттенок Greatest. Мне нравится. Оттенок красивый. Действительно, такая пыльная роза. И мне хочется его дополнить блеском. У меня это блеск от Color Me. Оттенок, если я не ошибаюсь, 02. Для всех тех, кто досмотрел до этого момента, у меня есть небольшое объявление. В этом видео будет конкурс, который будет проводить магазин Lady Makeup. Именно с этого магазина вся эта косметика ко мне и приехала. Я уже довольно давно знакома с этим магазином. У меня никогда с ним не было проблем. Действительно, очень классный ассортимент бюджетной косметики. И не только бюджетной. Доставка у них идет с Европы. То есть, там можно найти не только бренды, которые у нас можно купить, но также и бренды, которые у нас труднодоступны. Они все-таки молодцы. У них буквально каждый месяц раздел новинок действительно обновляется. И там можно найти что-то очень актуальное. Так вот, этот магазин предложил мне сделать для вас конкурс. Я, естественно, согласилась, потому что я охватываюсь за любую возможность, чтобы как-то вас отблагодарить за то, что вы являетесь моими подписчиками, смотрите мои видео, они вам нравятся. И я очень надеюсь, что вам приятно. Поэтому обязательно участвуйте в конкурсе. Все условия я опишу в описании. Также вы их сейчас можете видеть на экране. И также я вам обязательно покажу подарок, как выглядит, потому что, конечно же, вам это интересно. У нас также будет не один победитель, а их будет несколько. В общем-то, со всеми условиями обязательно ознакомьтесь. Участвуйте в этом конкурсе. Я вам желаю победы. Фух, я аж начала задыхаться, поэтому нужно заканчивать это видео. А у меня на этом все. Обязательно ставьте палец вверх, если это видео вам понравилось. Также подписывайтесь обязательно на мой канал, чтобы не пропускать видео в будущем. И я вам здесь еще оставлю какие-то другие видео, чтобы вы могли еще дальше со мной время провести. Если же вдруг вы их уже смотрели или они для вас сейчас не актуальны, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней.